Добрый день, дорогие друзья! Мне сегодня и радостно, и грустно, и торжественно, и личностно очень, потому что мы находимся на выставке Павла Рженко, нашего великого русского художника, так вот, безвременно от нас ушедшего уже два года. И, конечно, ну, общее понятие, что большое видится на расстоянии, и сегодня на таком вот двухлетнем расстоянии мы видим, насколько это была глыба нашего русского классического, такого жизненного искусства, полноценного. Это художник, ну, просто незаурядный и в личностном отношении, и в художественном, и как деятель культуры. Для меня всегда очень важно, чтобы художник не был узкопрофессиональным, ремесленником. Да, он должен быть и ремесленником, и профессионалом, но он должен быть личностью. То есть личность – это прежде всего, потому что только личность может повести за собой, быть проводником тех идей, мыслей, которые художник хочет высказаться, успеть выговориться. И сегодня мы с супругой Павла, Анастасией, пройдемся, конечно, вот так вот, может быть, не широко, но по выставке, которая сейчас проходит в Царской башне, Казанского вокзала. Это галерея Дмитрия Белюкина, и с Анастасией мы тоже учились вместе в Академии Всевоеннеизводчества. И она такая верная подруга, жена Павла, что теперь на нее свалилось вот такое бремя внести и донести до людей вот это творческое наследие, которое Павел оставил. Это такая ноша просто нереально тяжелая, и мы все должны ей помогать в меру своих возможностей, потому что это нужно России. Добрый день! Я рада очень возможности представить выставку и, может быть, поделиться своими впечатлениями и мыслями о творчестве Павла, потому что действительно эта выставка, которая называется «Судьба державы», она включила в себя более 40 работ художника, и все, что как тема было им в течение всей жизни создано, в последние годы получила словно свое завершение. Он словно выговорился на холсте, потому что ему очень хотелось завершить тему Куликовской битвы, написать «Стояние на костях». Получился целый триптих, когда он писал параллельно с этим большую свою такую диораму «Стояние на реке Угре». Он очень хотел сделать тему ранней христианской церкви, и ему удалось написать апостола Иоанна Богослова и императора Константина. Здесь же, в этом зале, совсем ранний христианский, дохристианский еще период, князь Святослав, сын княгини Ольги. Две картины, которые только после ухода Павла я поняла, почему он назвал свою последнюю выставку, которую открыл в Калуге и Дуновы. Потому что последние годы, работая со страшным перенапряжением и, возможно, в каком-то таком преодолении себя, он словно бросил себе вызов. Иду на вы, так же, как и Святослав говорил своим врагам, когда выходил со своей дружины против порой десятикратного, превышающего его противника. Ну и, конечно, для него очень важная тема становления, как он для себя это обозначал, русской монархической государственности – это служение русских князей Александра Ярославовича Невского, Дмитрия Иоанна Чеданского. Это, конечно, целый большой цикл Кульковской предстоянии, потому что в него вошло много картин, и он делал это в течение всей жизни. Могу сказать, что апостол Иоанн Богослов, вот как бы начало-начал, как камертон, как в жизни каждого человека в Евангелии, для Павла был очень важен. Важно было написать, может быть, хотя бы одну работу на эту тему, потому что он сам, для него, таким поворотным моментом в жизни было крещение, которое он принял на втором курсе академии, когда учился. Благо, у нас в первом курсе у нас читался закон Божий, но так получилось, что каким-то вот таким промыслом Божиим, как откровением, он пришел к Богу, понял, что больше без крещения он жить не может, крестился, и с этого момента, вот если говорить о вообще каких-то способностях и талантах Павла, то это был, конечно, человек очень многогранных дарований, но он прекрасно говорил. Мне кажется, что его талант такой основной – это талант, простите за высокопарность, быть может, апостольского служения. Мы каждый, конечно, в меру своих талантов немножко апостолы, каждый один, может быть, одним словом или двумя, а другой целым словом, обращенным к проповеди в хорошем смысле слова. Павел был всегда чужд какого-то пафоса, чужд был морализаторства, надменности такой, какого-то всезнайства, но всегда от сердца искренне очень говорил всем тем, с кем общался, и о Боге, о своих переживаниях внутренних. Для него это было очень горячо, очень искренне. Справа, истинно горячо. Это был такой сокровенный его мир, и мне кажется, что все, что на холсте зрители видят, это тоже, ну, не буду говорить избитые слова, исповедь, но, в общем, это действительно исповедь. Исповедь в хорошем смысле слова, исповедь желанием коснуться сердца зрителя. Вот он всегда как бы проверял себя, он говорил, нет ли вот этого вот какого-то назидательства, нет ли такого давления, вот этого ощущения, что я знаю, как надо, а вы сейчас тоже узнаете, вот делайте так, как я. Как была пропаганда. Да, потому что это темы, вообще все, чего он касался, это очень тонкие темы, и они требуют вот какой-то удивительной внутренней деликатности. Поэтому все, что он говорил, и как он это говорил, это всегда было желанием лишь дать зрителю путь, вот это направление задать. Коснулся ли он апостола Иоанна, словно это подведение итогов жизни, его уже пройдены сотни дорог, сказаны тысячи проповедей, но это был единственный апостол, который остался с Господом до последнего часа. Он снимал вместе с Матерью Божией с пропитанного кровью креста тело Спасителя. И он, может быть, был свидетелем вот того, какая жертва была отдана за грехи человеческие. И, несмотря на то, что он обличил весь языческий мир, он обличил за словом такой убедительной проповеди, от сердца идущей, словно свидетельство этой жертвы. Император Константин – это тоже откровение, перерождение человека. Павел долго вынашивал эту тему, потому что он хотел показать, как язычник, вчерашний язычник, вдруг становится христианином. И тоже не вдруг, потому что крещение он принял только к концу своей жизни, но вот это вот сражение у Мельвийского моста на Тибре с противостоянием Максенцию, когда армия Максенции была в два раза больше, а император Константин явился крест в небе, и, доверив свою жизнь Христу, он со Христом победил. И, тем не менее, принимает крещение только в конце жизни, и перерождается, вот это перерождение постепенное происходит, когда он борется с Ересиарей. И когда его Макс отправляется в Иерусалим за животворящим крестом, вот чтобы его обрести, и Павел его пишет, вот как Рим еще язычески встречает триумфатора, победившего президента на власть, но внутри него перелом, у него в руках из простых вот веточек лавра вот этот связанный крест, вот такая простота перерождения человека, вот глубина этот крест он принял на свои плечи. То, что касается уже тематики русской, вот древней, еще дохристианской, князь Святослав, почему-то вдруг Павел, который всегда писал только христианскую Русь, вот от начала и до практически конца, до разрушения империи, вдруг коснулся князя Святослава. Это княжеское Евангелие или «Последний бой на пороге Гнепра», вот как раз работа, где на сухом поваленном дереве раскрыто лежит перед нами Евангелие княгини Ольги, матери Святослава, которую он очень любил, прислушался к ее мнению. И это словно уходящее, отходящее уже язычество и начинающееся христианство. Павлу всегда было очень интересно вот этот момент словно первых шагов, вот когда человек только начинает для себя обретать вот этот путь веры, какой он сокровенный, он тихий, он какой-то неброский, он происходит порой в глубине сердца и не видим никому, но человек совершенно не меняется до неузнаваемости. Вот этот поход его последний на Византию, когда умирает его мать, и наверняка она отговорила бы вот этого такого дерзкого похода, но весь сюжет, вот вчера здесь был Николай Петрович Бурляев, он сказал, что каждая картина, она драматургически продумана, что там вот действительно Павел, как бы ему хотелось все время вот это показать, момент некого такого драматургического хода, где не просто статика, он еще всегда расстраивался, когда его картины называли иллюстрациями истории или галереи портретов. Для него это всегда была вот такая драматургия внутренняя, так же, как и Евангелие к книге Неольги. Вот он был, может быть, вернувшись из Византии, прикоснувшись к византийской, познав ее как бы мечом, как воин, он первый раз, увидев великодушие византийского императора, он возвращается уже немножко другим человеком. И перед смертью, может быть, обращается к самому себе, вот такой некий вызов самому себе, последний бой с самим собой. Потому что Иоанн Семихский, император, зашел на престол неправедным путем, он в результате заговора был убит Никофор Фока. И, может быть, это такой вызов язычника Святослава, потому что, окружив крепость Доростол, Иоанн Семихский видел, как сражаются русичи. Он был потрясен их честью, доблестью, их вот такой жертвенностью. И ему стало стыдно, как вот Павел думал ему, он устыдился своего поступка и решил поступить великодушно. Одарил Святослава, простил его, пошел с ним на переговоры. И последнее такое испытание, выбор между оружием и драгоценностями, деньгами, Святослав выбирает оружие. То есть вот для него дело чести, дело его победы, самое главное. Павел всегда поражал, что когда Святослав выходил на бой и видел, что войска меньше, чем, скажем, его дружина, они закидывали щиты за спину и уходили, то есть считали недостойной такой бой. Только тогда, когда противник в два, в три, в четыре, в десять раз превышал, тогда это было достойно. Они снимали с себя доспехи, бились часто обнаженными по поясу, такой вот вызов. Последний год, вот перенасыщенность работы, перегруженность страшная. Но Павел был таким скромным человеком и никогда не привлекал к себе внимания, он даже не просил, как бы, вот этой помощи. И до последней минуты я не верила и не могла представить себе, что вот такой сильный, такой мощный человек может так внезапно уйти. Но внутренне он, видимо, чувствовал этот надрыв. И, может быть, поэтому и обратился к образу князя Святослава, вот такого дерзкого и храброго, мужественного человека. «Поражение на реке Калке», его дипломная работа, тоже вот в этом, как бы, серии «Древней Руси», это очень интересное создание. Дело в том, что Павел писал «Призвание Матфея». Он взял тему на дипломную работу «Призвание Матфея» и практически написал ее. Прекрасная уже сделанная работа, оставалось три месяца до защиты, и вдруг он говорит, что он тему будет менять. Мне казалось это безумием, потому что, ну, столько времени потрачено, все отрисовано, все уже написано, и вдруг такое изменение темы. Но он сказал, понимаешь, мне важно сейчас не просто защититься, мне важно определить для себя, как я буду работать, в каком контексте я дальше построю свою работу. Ну, мне казалось тогда это просто какой-то такой, может быть, наивностью в чем-то, сентиментальностью, потому что надо защититься, надо получить оценку, надо как-то продумать свою жизнь. Ну, только прям за ночь буквально перекомпоновать картину, переписать ее до неузнаваемости. Да, это было для него свойственным вот такое изменение. Помню, вечером как-то я зашел в академию, там вот была такая мастерская, вдвоем или втроем они писали, и подрамник, он так, может быть, не очень аккуратно наколочен, немножко-то по-рабочему такая атмосфера, и смотришь, там полкартины уже переписана. То есть фактически готовую вещь он мог сразу, не жалел каких-то даже удачных кусочков, не держался, то есть для него важно было воплощение идеи, мысли, которые он действительно хочет реализовать. То есть это для него главное было, он к этому шел действительно. Да, он как бы сам задавал себе рамки, он говорит, я должен работать вот в этом русле, он говорил, что история наша настолько искажена, настолько неправильно сейчас дана зрителю, и вообще, так сказать, все в каких-то, так сказать, бродят вот таких вот сомнениях, недоумениях, непониманиях, вот канвы исторической, он ее выстраивал именно на полотне. И поэтому вот это поражение на реке Калки, для него было, он говорит, что такое история, это промысел Божий, это вот эта тайна, сакральная замысла Божия и ответ человека. Уже два века мы приняли христианство, а внутренне по своему мировоззрению оставались еще язычниками. Это как раз вот это поражение к князю Мстиславу, у которого на груди такой увесистый массивный крест, но, как говорил Павел, вот верве гордости сковывает его руки, его плечи, его вот не дает ему, как бы, раскрыв в узмах крыла этих осуществить. И говорила, что когда мы горды, тщеславны, всегда находятся те, кто загоняет нас под доски. Вот как раз на картине мы видим, как дружина князя гибнет под настилами из досок. Это первое столкновение с монгольским корпусом, когда три князя, не договорившись между собой, вызвались помогать половцам, и князь Мстислав терпит поражение. Ну, вот такой вот момент, такой момент истины для князя, когда вот он пробуждается его сознание, он понимает, что без вот этого единства Русь погибнет. Ну, какой это был тяжелый труд для русских князей. Вот Павел все время подчеркивал, что вот это, конечно, род Рюрик, который дал нам этих великих князей из рода князя Святослава, князя Владимира, князя Мстислава, и Александр Ярославович Невский, который был внуком князя Мстислава. И когда был мальчиком, Александр Ярославович, было поражение вот это на реке Калки. А потом вся его политика была выстроена на, во-первых, преодоление вот этого либерального, вечевого настроя. То есть мы должны вернуться сами к себе, потому что без нашей истории, без героической истории, мы не будем ощущать себя наследниками этого великого прошлого. Значит, у нас не будет будущего. В будущем, да, Павел все время об этом думал. Нам внушают комплекс неполноценности и хотят, чтобы мы такими были ущербными, такими жалкими, с которыми считаться-то не нужно. И ваше-то прошлое время-то уже прошло, с руки кормят нас фактически какими-то то ножки Буша, то ГМО. Поэтому основное, в чем не видится задача искусства, тем более исторического жанра, это поднять самосознание человека. Павел все время говорил, что в русской генетике живет вот этот ген богатыря, орла, как он был, двуглавого, могучего, с поля Куликова, с Бородинского поля, с Первой и Второй Отечественной войны. Смотри, сегодня незалежная Украина, наши братья столкнули некие политики, и наши, и не наши политики, столкнули два братских народа, по сути, один народ столкнули они же с собой. И внушили, что герб Украины нынешний – это трезубец, но это пикирующий сокол, княжеский пикирующий сокол вниз. То есть вот до абсурда можно дойти, да и цвета украинского флага, цвета шведского короля фактически. Когда была Полтава, некоторая часть казаков повязывала себе желто-блокидную ленточку, чтобы отличаться от других казаков, которые были с Петром. Поэтому, конечно, художник должен быть, и Павел как раз был тем художником, который очень был внимательен к деталям, к истаризму. Очень много, вот я не знаю, как он это все собирал, это и амуниции, и лошади, и человека снаряжения, и хоругви, иконы, и ландшафт. То есть собрать очень много материала, и не просто собрать, а его трансформировать, чтобы это было убедительно. Может быть, даже что-то и не так, но это должно быть убедительно. Искусство – это искусство убеждать. Да, Олег, он просто был человеком, конечно, огромной фантазии. Дело в том, что, я помню, как он мне говорил, я поеду, пойдем, я покажу тебе древнюю шумерию. И он вез меня к университету и говорил, ты видишь, как идут полки на Уходоносора, и так же, как и на окраине экологии, он говорил, что вот, приведя и показывая меня на склоне какие-то гаражи, такие совершенно обшарпанные, он говорил, ты видишь крыши древнего Иерусалима. То есть вот видение такое, оно, конечно, было у него все время настолько фантазийным, но в то же время какая-то удивительная внутренняя трезвенность такая христианская, она присутствовала. И вот это четкое понимание, когда он говорил о будущем России, всегда говорил, что оно только связано с русскими государями, что вот это монархическое абсолютно его убеждение в том, что Россия пусть, это Россия помазание на царство. И он поэтому так, может быть, подробно и внимательно разбирал. И вот этот самый начальный период, когда русские князья, только вот это зарождение происходило, вот этот камень закладывался, и принятие христианства, принятие культуры византийской, но в то же время еще и мы как бы были самими собой. Вот это наша индивидуальность, это наше стойкое, это настояние за веру, как у Александра Ярославовича Невского и Дмитрия Иоанна Чеданского. Ведь, по сути дела, он говорил о том, что такое противостояние Александра Невского шведам. Это не просто спасение нас от этого окатоличивания, но еще и вот это формирование сознания новгородцев, того, что они должны быть под эгидой князя, вот это единовластие, очень важно. Ведь они же все время открывали ворота города и говорили тебе, князь, путь чист, теперь мы уже склоняться, не хотим под твою главу. Тут же наступали тефтоны, и тут же начиналось новое противостояние. А вот Куликовская битва, как Павел считал, это наш крестовый поход такой, вот такой вызов, брошенный самому себе, собственной гордыни. Потому что, как вот первые походы европейские, особенно вот второй, который получился, когда действительно они продавали свое имущество и шли для того, чтобы победить, защитить святыни Иерусалима, и шли там на коленях, на Голгофу поднимались, когда после победы. А вот наш крестовый поход, потом Европа это все утратила, а мы это обрели вот в этом единственном Куликовом поле. Потому что несколько часов боя, как считал Павел, совершенно переродили наше сознание. И Дмитрианович, вот этот образ очень ему близкий, внутренний, он говорил, что это князь, который словно опередил свое время. Он был выше всего, он был настолько великодушным, настолько христианином, он прощал Олега Рязанского, который противостоял ему, который, кстати, перед смертью очень каялся и чувствовал себя виноватым. Но ведь он прошел со всем своим войском сквозь Рязань, по сути дела, показав, что он даже выше этого предательства. И ведь потом, когда уже после Куликового поля Тахтамыш сжег в Москву, ворота города открыли отец и родные братья его супруги, те, которые с ним сражались на Куликовом поле. То есть словно, вот Павел говорил, это такая как бы высокая планка, которую мы подняли, мы ее не могли удержать вот на должном уровне, но Дмитрианович ее поднял на своих плечах. Они жили так недолго, к 40 годам они уже подводили итоги жизни. Для Павла вот тоже было все время вот это биение времени, он говорил, очень мало времени, очень мало времени. Когда меня сейчас спрашивают, почему ты не занималась его здоровьем, почему ты его не лечила, почему... Вы понимаете, вот есть такие моменты, вот как бы направленность судьбы человека, когда он сам себе не принадлежит, как он не считал, что эти картины принадлежат нам, потому что они принадлежали вот русскому народу, для которого он работал. Он был очень скромным, очень таким аскетически живущим человеком и всегда считал, что он ничего не достоин. Но вот это ощущение того, что он должен сделать максимально на холсте, к тому же вот это часто упреки. Павел, зачем так много пишешь картин? Вот где сходи в Третьяковскую галерею, посмотри, как там великие художники прошлого, Иванов, всю жизнь писал одну картину, а ты вот такой, ну, простите, произнесу это слово, Пашево очень боялся, графоман от искусства. То есть вот все пишешь, пишешь, никак не можешь остановиться, пишешь так много, наверное, тебе легко даются эти картины, но это совсем не так. Просто он не знал отдыха совершенно, ни выходных дни у него никогда не было. После Туреи... Ну вот расскажи, да, он возвращался домой. Вот день художника, вот такой советник. На самом деле, в общем, единственное, что он себе позволял как отдых, это было служение, и вот посещение литургии божественной, часто там опаздывал на всеночную, но очень себя укорял, ругал, и, ну, оправдывал себя тем, он говорит, я молюсь, когда пишу. Вот когда я пишу, я все время молюсь. И однажды я как-то его упрекнула в том, что вот постоянно там какие-то пропуски служб, нет такого вот, ну, знаете, такой груст нести на себе, это можно только восполняя силы, все-таки причастием и молитвой. Он говорил, ты знаешь, ты меня не трогай, потому что я чувствую такое призвание к молитве, если я в это погружусь, я в это полностью уйду. У него действительно было желание после принятия крещения вообще выйти в монастырь и посвятить свою жизнь всецело молитве. Он имел дар слез, он плакал на литургии, у него была очень такая, такая очень тонкая душа, очень глубокое, нежное такое сердце. Просто последние годы он уже практически сократил любое общение с людьми, потому что он чувствовал, что вот эту последнюю энергию ему нужно отдать холсту. Ну, слава Богу, в семье все Павла понимали, поэтому тут никаких вот этих разногласий по поводу того, сколько времени он проводит у холста. Но могу сказать, что, вы знаете, Тихонов действительно он уделял мало времени, может быть, воспитания, потому что все время было проведено мастерской, но Тиша, слава Богу, оказалась таким восприимчивым человеком. И вот само уважение к отцу, понимание его дела, как вы, знаете, уходили на фронт раньше или на службу, оставляя семью с детьми. А вот этот пример отца, его жизнь, она сама как бы воспитывала детей. Ну, какая-то воля Божия в этом сложилась, потому что вот после пашного ухода, мне кажется, что в Тиши какие-то вот эти ростки талантов, мне кажется, у них у обоих есть такое вот это глубокое понимание русской истории. Дело в том, что Павел сам древнего княжеского рода, и мне кажется, это генетическое ощущение. Это не прочесть в учебниках и в книгах, хотя он очень много читал. И на самом деле, когда его не приняли в Суриковский институт, а ведь у него вот получилось так, после школы МСХШ, вот после, где он там был первым учеником, но, в общем, никакой протекции не было. Ему пришлось идти в армию, и в армию он решил поступать на ИСТФАК МГУ, что он будет заниматься историей. Вот, а потом все-таки именно там он понял, что без халстана жить не может, стал писать. И, вернувшись, вот к Илье Сергеевичу, как раз попал в Академию, очень был рад, потому что все-таки Илья Сергеевич создал такой мир нам, в общем-то, не советский совсем. И для Павла это было тогда, для его становления очень важно. Академия вообще для него важное такое место была, его мастерская, там лучшие работы были написаны. Он все время часто мне звонил и говорит, знаешь, где я сейчас нахожусь? Я на Мясницкой, я вот хожу вокруг Академии. Всегда с огромным благоговением и уважением относилась к Илье Сергеевичу. И как раз за неделю до смерти, вот это была выставка его, Илье Сергеевичу, что случайно мы узнали, что он оставил там запись, благодарность учителю. Вот, это относительно двусмысленности по поводу каких-то там нестроений внутренних. Нет, Павел был очень благодарным человеком. Он умел благодарить за все, что ему было сделано. И даже если срывался иногда, будучи человеком очень таким эмоциональным, и очень, он очень любил, он хотел защитить правду все время, ему важно было это. Ну, пусть даже хотя бы внутри самого себя, но защитить ее, докопаться до истины. Он часто в последнее время перестал давать интервью, потому что он говорит, когда меня спрашивают о пути России, я говорю о монархии, мне сразу как бы не дают говорить, а я могу говорить только на эту тему, потому что он сам считал всегда, я говорил, что для себя он это выстрадал, он это понял, он внутренне это осознал. И действительно, вот все, что он написал на картине, это словно поэтапный вот этот вот приход, вот к этому уже перерождению нас через вот, мы трудно выстрадовали свое христианство. И вот это два с половиной века протоктора Тарды, вот это переломление себя на поле Куликовом, оставление вот этого мелкоудельного, языческого такого враждебности друг к другу, мы все-таки преодолели это, и вот эта чистота веры, и чистота долга такая, вот все-таки мы держали этот, высоко держали вот эту поднятую вот эту идею. И что такое империя? Это прежде всего миссионерское служение, это же не просто геополитическое пространство, это незаконно, это вот как нам сейчас, когда все время говорят, что надо начинать с экономики. Конечно, не с экономики надо начинать, а надо начинать с смысла. Вот это для русской ментальности присутствие идеала очень важно, вот недостижимости, неисполненности, но идеала, вот пока мы с пониманием этого идеала... Да, воспитание совести, вот христианство совести, да. Дорогие друзья, мы продолжим наше общение на выставке Павла Рыженко. Субтитры создавал DimaTorzok